Осталось 10 секунд Осталось 10 секунд Да и вообще полностью у нас новые стратегии У нас появляются 4 героя, которых не было В первых двух картах А, или был Гримстрок Первый, да, самый? Да, один раз появлялся Гримстрок Но Тинни, Тинни Которого нынче вообще нигде не встретишь Герой непопулярный Герой, ну откровенно Средний нынче Просто так он не берется Видимо, снова планируется какая-то активная дота от LGD. Ну, где LGD вот вчера, что ли? Всего 15 раз Tiny Pickle за патч. Очень мало. Да вчера они его брали. Да, вчера брали против команды Yee Home в второй карте в финале нижней сетки. FI на Tiny. Собственно, все было. Ну, и до этого Pickle просто в одно время Tiny популярности немножко просел. И забыли ребята из LGD этого персонажа. Ну, вот вчера напомнили. Вчера прекрасно получилось против Yee Home. Поэтому повторяют. И в этом гранд-финале почему нет? Да нет, герой имеет право на существование. Просто интересно, как против него вичи в том числе будут действовать. Распики такие, знаешь, хорошие. Я имею в виду, ну, два аккуратных саппорта. Кор-героев не показываем. Вообще не раскрываем, через что будем играть. Оставляется на вторую, на последнюю стадию. Рейзер минус. Так. Что у нас? Тролль какой-нибудь может появиться классический для Чилиса. Джерокоптер, да, нормально. Как раз бан Рейзер намекает на то, что либо тролль, либо герокоптер могли появиться. Вот появляется герокоптер. Ну что, контрим, естественно, морфлингом, правильно? Герокоптера. Классическим морфлингом от Папарацци. Это как вариант? Либо можно попробовать сыграть... По-другому взять что-то очень лейтовое, помимо морфа. Бойт. В поле есть Рики. Либо герой, который, ну, тоже, да, напрыгивает с Гримстроуком. Ну, Рики на линии с Гримстроуком просто максимально хорош. И Тини хорошо бьет, потому что Тини армора нет. Панга пока, да. Панга третья позиция для Янга. Это прям хорошо. Ну, а морфинга или Рики Мару, или кого-то из них, можно на четвертый пик вполне взять. ЛГД. Ну, и герокоптер тоже двухпозиционный. То есть, может быть, и для Челисы, и для Мэйби в центр. Мэйби тоже неоднократно на герокоптере в миде играл. Пока есть смысл, конечно, с учетом того, что у них ласт пик, все-таки добрать себе оффлейнера. Кстати, в третий раз ласт пик у ЛГД, в третий раз Вичи выбирают рейдинг. Ну, так удобно, видимо, играть. Если, например, предпосылки не брать Death Profit. Для кого? Для ЛГД? Угу. Ну, это все еще герой, которого можно несколько позиций использовать, и, если что, отыграет L1 сложный. На харде. Ну, просто таск вкатывается где-то, да, это саленсы всегда очень хорошие. Можно конкретно против Панга придумать героя, который будет останавливать. Например, Войт. Так его уже не возьмешь, наверное, с герокоптером в паре. Это очень жадно прям. Что по спиритам? Слушай, есть бестмастер? Есть бестмастер. Просто Праймал Рор в Панга, чтобы тоже не мешался. Вариант по спиритам. Ну, все еще Эмбер в пуле, да? Оу. Опять расчехляет ЛГД Энигму. Видел я пару матчей с участием Энигмы. Третья позиция от Элевана. Ну, прямо скажу, это было не то, чтобы какое-то сверхуверенное зрелище. Сейчас даже посмотрю и напомню самому себе, где я после расчеха. Против кино, по-моему, они играли. Нет, против кино они не играли. Где-то было, где-то точно было. Вот помню, Левана Энигмой катал. Только вот бы посмотреть, где он там катал на этом герое. Все три лиги подряд идут, друзья. Все перемешивается в голове. А, ну так они против Вич Гейминга играли. С Энигмой. В финале Венеров первая карта уступили за 26 минут. Их тогда Вайпер, Венгай и Тиролбейт наказали. И еще где-то брали. Точно помню, еще брали лучше. Это далеко не второе появление Энигмы. Да, еще брали против Ройлона в гива в групповой стадии, в первой карте. И тоже уступили за 32 минуты. Практикуют они. Хороший герой, я смотрю. Но вот переиграли Кин за 24 минуты. Кин не показатель, согласись. Кин это одна из самых таких слабых команд, которые в высшей лиге играют. Соглашусь, соглашусь. Ну вот, а, ну они там дважды с Энигмой. Да, вот как раз этот матч мы и комментировали. Ржи против Кин, 2 карты подряд. Быстро закрыли Кин. Ну, морфинг, ожидаемый драфт от Вича Гейминг. Тут вообще пока без вопросов. Против Герокоптера, контрпик хороший. Против Энигмы пока ничего конкретного не придумают. Придумать могут по потом. Пиком пятом. Если вообще надо что-то придумывать против Энигмы в этой карте. Осталось 10 секунд. Ну, Энигмы это что? Энигмы это красота, друзья. Это всегда красота. Это всегда тимфайты бешеные. Это всегда перевороты, камбэки. С Энигмой можно как угодно в доту играть. Можно и пушить, и давить. А можно, если что, если совсем что-то не так пойдет, в лейд затягивать и переворачивать игры. Поэтому Энигму мы всегда приветствуем, конечно. Манки Тингу убрали. Пик Эмбер Спирита. Так, ну тут ситуационно, да? Тут либо Эмбер, Керри, Морфинг, Мид, либо наоборот. Зависит от того, какие линии расставит ЛГТ. Ну, просто если Морфинг пойдет на легкую против Энигмы, то Морфинг будет не досчитываться рейндж крипов. И, скорее всего, чтобы победить Идалонов, Эмбера поставят на легкую против Энигмы. Так что, скорее всего, это будет Керри, Эмбер Спирит и Мидовой Морфинг. Но это будет полностью зависеть от того, кого в мид поставят сейчас для Мэйби. Какого героя возьмут? Это Шторм Спирит. Я бы не хотел Морфингом играть против Шторма. Ну и Эмбером я бы тоже не хотел. Поэтому непонятно, кого как поставят. Ну, Шторм универсальный просто. Боецам против Морфинга на линии хорошей, против Эмбера хорошей. Чилист на Герокоптере, да, Леван на Энигме. Тут все правильно. Ну, в общем, по линиям все примерно понятно. Ну, единственное, непонятно, как поставят Морфинга и Эмбер Спирита. Кто из них в центр, кто из них на легкую пойдет. Ну, я бы очень хотел Эмбер Спирита видеть против Энигмы. За счет Слейта Фиста он с Эдалонами сможет расправляться. А Морфик не хочет, чтобы у него рейндж крипового съедали на каждую пачку. Он того не любит. А как сейчас дела обстоят у Вичи Гейминг с сменой линий? Потому что месяц назад буквально сколько раз я смотрел за Ори, который ходит в центр, и у него прям плохо получалось... Не в центр, вернее, в легкую. У него прям плохо получалось по игре. Он терялся за тем. Я сразу вспоминаю этих легендарных Манки Кингов от него. Если папарацци без разницы, где стоять, то у Ори как-то не смотрится. Ну, посмотрим сейчас. 1.76 тем временем на LGD Gaming, на третью карту 2 на Вичи Гейминг. То же самое, что было на второй карте, напомним, что Вичи Гейминг победили с коэффициентом 2. Друзья, вы не забывайте про нашего партнера Parimatch, который предоставил бонус для тех, кто зарегистрируется по ссылке под плеером. Там есть баннер. Кликнув на него, вы можете получить 100% к депозиту. Первому. Вот. Ну, слушай, я вот не примечал таких особенностей, что если Ори идет на легкую, то прям игра проваливается. Я помню Манки Кинга, о котором ты говоришь. Но это не чуть ли единичный случай, нет? Провала. Да это было несколько раз в этом-то и дело. Причем за одну неделю буквально на разных лигах. Тогда у Вичи Гейминг не лучшим образом дела складывались. Они там, например, Ньюби проигрывать. Могли 0,2. Что-то такое я вспомню. Посмотри, по-другому. Ты такой, знаешь, активный герой, на котором в любом случае от тебя не требуется бесконечно фармить. Ты также получил свой левел и пошел двигаться по карте. Пожалуй, да. Слушай, ну вот-вот-вот то, о чем я говорил, да? Запуленный Морфинг постоит на центре, а Ория попробует вот разобраться с топорами своими, с топориком против Айдалонов Энигмы. Логично. Все логично от Вичи Гейминг. Теперь сенсация. Опять идут делать Феррис Блад под смоками в пятером. Ага. Ну, то же самое, кстати говоря, от LGD Гейминг. Ой, какая встреча может быть. Поставили вард. Вард, никого не падает. Гирокоптера встретили. Он тут не один. Позиционку команды LGD хорошая. Это понимают Вичи Гейминг. Лезть на соперника они не будут. И Фай даже, если что, готов синициировать. У него сапог, он быстрый. Только не надо там закидывать гирокоптера в соперника. Это будет неловко. А Элевен под шумок тем временем захватывает Алан Свост. Вот, скажу, что Пикл.GD мне нравится больше. Мы как-то своего мнения не высказали. В лейте так точно я за них. Тут есть чем убивать морфам. Он хоть и читался здесь как контрпик гирокоптеру, но есть еще нюансы с тем, что Эфай может с прокастоморфинга вырубать. Он как Лина, да, внезапно дает очень много бюрст урона. Плюс опять-таки Энигма с Блэкхоллом. Это всегда лейт. Это всегда. Возможность перевернуть любую драку. Ну и мэйби на Шторм Спирит. Сами понимаете, классика жанра. Ну, а мне Шторм очень нравится на ласт пик. Он здесь вырубает всех очень быстро. Гирокоптер такой. Да и Энигма тоже запасные варианты. Если что, тут и в темп можно сыграть. Потому что очень мощная драка в мидгейме, в ЛГД и в лейте. Они тоже выглядят здорово. Так вот смотришь, практически нет слабых мест у пика. Саппорт защищающий. И саппорт, наоборот, подвижный, который по карте может бегать очень рано. Прям разносторонний драфт получается. И физики много, и магии много. И БКБ есть чем пробивать. Да, подержу. Посмотрим. Ну, единственное, что вот нюанс против сильных команд Энигма от ЛГД Гейминг пока не выигрывает особо. Ну, я так понимаю, что ЛГД продолжает Элевен натаскивать. Да, все-таки игрок для них новый. И вот сперва Чилиса на керри позиции натаскивали. Давали им абсолютно всех керри, которые только возможны. И даже те, которые керри не являются. Он ходил на легкой линии и фармил на этих героях. Теперь они Элевена отрабатывают. Заставляют его играть вот на всем буквально. Чтобы он умел. Чтобы он был максимально... Ну, максимально таким актуальным, наверное, игроком третьей позиции. Команде ЛГД такие игроки нужны. Чтобы Чилис на всем катал Элевен. Мэйби на всем умеет играть. Естественно, Эфай и Сэкс Новый тоже на всем умеют играть. Чтобы можно было бы применять абсолютно разные стратегии. Да, ну вот он Ориев, как и ожидалось на Эмбер Спирите. Конечно, без флэмгарда. Качаем Слейт О'Фист. Пытаемся пробивать Италонов. Да, все еще нюанс с тем, что постоянно рейндж-крип будет пропадать с каждой пачки. Элевен этим будет, конечно, заниматься. Но это разве что единственный нюанс, который здесь может огорчить Ориев. Так-то линия у него более-менее хорошая. Эфай бегает, пытается проявлять какую-то агрессию, какую-то активность. Ну, с нижней линии вряд ли чего-то он полезного добьется. Скорее нужно вот где-то наворовать Экспы под второй уровень и выходить, наверное, в центр. И вот здесь при каких-то нюансах можно пробовать морфинга забрать. Особенно, когда перекачка у него еще не будет развита до максимального уровня. Есть варианты, допустим, напрячь папарацци. Чилис. Стандартная раскачка. Для Чилиса линия, в принципе, комфортная должна быть. Два милишника против него. Икс-ново, если что-то, спиной там постоит, позащищает. Хорошо, шилд вкачает. Тоже самое, я про Янга, можно сказать. Тоже как помешать. Бластами одного панга ты не отзонишь здесь. Если Икс-ново будет далековато выходить и пытаться агрессивно играть, то его очень быстро убьют здесь за счет таска. Тоже аккуратно нужно убить. Снова так доджится ракетка. Тактим на развороте. Чилис получает фростшилд. Первый разменный. Рокетбэр, рэдж по всем. Свэшбакл замечательный просто. Еще и срабатывает локешот. Тяжеловатый ЛГД. Отменялись любезностями и отпеваются. Хилками. Нормально, пофармить должны гирокоптеры и панга. Вопрос у меня, который я держу у себя в голове и пока не найду четкого ответа, это как раскачивать гирокоптер, в какие артефакты выходить. Вариантов, как мы знаем, масса. Начиная с фаста гонима. Сейчас убить на самом деле могут гирокоптера. Здесь один в два. Икс-ново опаздывает немного. Есть по шилд. Повесил шилд. И фай первым забирает Эмбер Спирита. Нет, маны учились, чтобы ракетбэрдж нажать, поэтому убивают. Убивают. Икс-ново тоже можно гнать. Он один. Маленький беззащитный саппорт. Гирокоптер изначально не должен был один оставаться. И у него маны не было даже на то, чтобы дважды ракетбэрдж нажать. Там можно было хотя бы разменяться как-то. Неприятный момент. Гирокоптер погиб. Но погиб раньше Ори. И это первая кровь, которую зарабатывают ребята из LGD Gaming. Фай самое главное делает это убийство. Будучи Тинни опять-таки четверкой. Очень важно, конечно, находить какие-то фраги. Особенно ФБ. Это прям максимально приятно. Тинни приносит бутылку. Мэйби. Мэйби даже не нужно курьера призывать. На четвертой минуте появляется первая ПВР Апрун. Ее забирает ПВР. Об этом, кстати говоря, знали-знали LGD Gaming. Я там вижу. Но, кстати, Мэйби все равно подставляется. Сноубол. И Мэйби от Питца не успевает. На, вот такой вот тост. Но недалековато. Недалеко Эфай забрасывает Эвра. Поэтому размены здесь не получится. Ну что, активный начал. ФБ с командой LGD. Но два фрага делают Вич и Гейминг, убивая первую и вторую позицию. Так, там армия Италонов идет на Ори. Заканчиваются они. Элевен пока себя прекрасно чувствует на линии. Денаев много. Чужих крипов добил много. Эмбер Спирит умешает. Это самое важное. То есть пока Эмбер Спирит не может даже Италонов позабирать. У него только первый флейнгард. Он наносит немного. Интересно, дальше будет Максик? Будет, конечно. Максик. Магического прокаста. Просто массовое LGD. Здесь эта способность будет сильно решать. Завтыкал и фай пошел. В центре, в центре. Ой, папарацци там чуть не погиб. Не хватило, не знаю, может быть, левела на статик Римнанти, например. Ну, классическая ситуация, где морфлинг байт, это все равно за счет перекачки будет жить. Здесь завтыкал немножко и фай, пошел за курьером бегать под пятую минуту. Совсем забыл про баунти. В итоге три баунти забирают ребята из Вич и Гейминг. Тут и фай приходят в центр помогать, мэйби. И одно баунти было заданное надеваем. В итоге три на ноль по баунти, вроде, на пятой минуте. Это вот стоимость курьера, фактически. Должен был, конечно, тени контролить. Такие ситуации. Дивай под Инксвеллом на 11. 11 здесь. Строк оф фейт нужно хорошее дать. Поидится Дивай промахнуться. Приходит их снова. Опа! Так и не дал свой строк оф фейт. Но фраг все-таки сделали на 11. Вый редажок соперника. Третий флэмгард. Размин один в один, который на руку команде Вич. Они забирают еще одного кора. Но вот по разу они убили первую, вторую, третью позицию сейчас на линиях. Довольно приятно. Дабл дэмэдж. Мэйби на этот раз законтролил руну. В центре Эваланч. Так, а теперь еще Тос какой-нибудь. Нет, Тос КД. Не получится убить здесь. Даже с ДД. Не вышло. Уничтожить Морфлинга. Ну и, в принципе, мы видим, что Морфик очень даже достойно отстоял центр против Шторм Спирита. Давайте посмотрим. По надфорсам даже старше, чем Шторм на 300-ки голды. Молодец, Эвар. Линия не из простых против Шторм Спирита, но он с ней необыкополучится справляется. Не без помощи, конечно, саппорт. Однозначно. Сильно помог ПВВ. Там Чилис, Инкс Вэлл на ПВВ. Стоял он на месте. До соперника не добрался. Тут уже ФВА. Тут как тут. Со вторым Эваланчем. По двоим. Хорошо. Рокет Бэрэдж. Чилис достает по Дивайу из-за этого. Дивайс, рок оф эйт, успевает отброситься. Тинни будет жить. Ну что, стикитос? Нет. Нет. Стикитос использовать не стал. Ограничились только одним убийством. Морфлинга оставляют на фрифарме. Мы знаем, что из себя представляет сильный морфлинг, да? Который выносит свои слоты, особенно против гирокоптера. Страдать будет вся команда LGD. Тоже как-то отпускать его не совсем правильно. Пока не мешает. Не мешает. Пытаются работать по верхней линии. Пытаются зафокусить. И зафокусит таска. Неплохо. Тинни богатые получаются. Деньги зарабатывают. Сейчас бы в блинг выйти поскорее. Они остаются, слушай, на верхней линии. Фай отпевает за Клэрити. Ищут возможности Янга зацепить. Янг держит дистанцию, пока стоит максимально близко к своей вышке, чтобы не погибнуть. Ну и атакуют сами. Под Инксвелл не срабатывает. Так теперь это будет зажим. Правда, пивай дабл пришел. И Фай опять кевал очень хороший. Тост. У даже сноуболом сейвит Янга. У Янга, правда, еще и приличное количество здоровья оставалось. Еще сноубол попотрачен на крипа, а не на героя соперника. Почему-то бьются на брони? Замечательный. Янг мало хп, размин стоялся один в один. Чилис тоже здоровье мало остается. Их снова все на кд, маны нет. Чилис тоже без хп и без маны. Строк оф фейт, спину, замедление жестко. Пивай дабл идет до конца. Строк фейт, свел, дожди через 5-7-3 гейс. Ой, молодец, какой Икс снова. Умница. Вот это жестко, красиво отыграл Икс снова. И в итоге Сант, конечно, может быть и погибнет. Так Тим, дальше пивай дабл, отпивается. Да. Решает жизни Лича. И пивай дабл ее. В ответ и Аваланч. И файт тут, как тот размен состоялся. Но самое главное, что Гирокоптер выживает в этой ситуации. Красиво сыграло. Ну вот эта карта уже больше напоминает первую, где было много экшена. Вторая совсем другого формата получилась игра. Из-за некоторых пассивных героев, в первую очередь Арквардена. Ну а здесь будет, будет у нас мясцо, будет много убийств. Планируется выход на Ори сейчас. Продолжаем мясо. Гадай цели там. Ори можно убить, например, через Блэк Холл. Мана будет сейчас. А, он потратил уже. Он потратил, да. Использовал. Все, 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 все. Вот Ори, зная, это возможно будет чуть вальяжнее действовать в нижней линии. На этом поймают. Ставится ракета. Ори все прекрасно понимает. Midnight Pulse. Ори откидывается ремонтом. Пошел на перехват, ушли к снова, к снова, к снова, к снова. Притянет? Да. Притянет. Там еще и ремонт есть. Там еще и ремонт есть. Дэмаж колоссальный. Фокуса не хватит. Контроля не хватает. Просто ушел. Ну, легкий эскейп такой. Очень много времени потратили LGD. Там они прям смог кастовали под тир-3 фактически. Бежали вниз. В итоге фраг не сделали. Но зато вышку запушат снизу тоже нормально. Причем на топе того разменять не получится. Там у вышки очень много хп остается. И фа еще, если что, на подстраховке. Так, ну что, 10 минута. Надо законтролить аванпосты. И руны, конечно же, тоже. PYW. Хорошая позиция была, но maybe он испугался. Где баунти снизу себе LGD сохранят, как и аванпосты. А здесь аванпост не отдавал свой тини. Он за это погибнет сейчас. Но, кажется, хп получат только ребята из LGD. Оно того стоило. Смерть тини пятого левела мало что дает. Денег за него получили немного. А то, что хп не досчитали свитчи гейминг, это гораздо более важно. И сейчас ведут там какое-то количество. Немного. Но ведут. По деньгам то же самое. Попытки мэйби раз за разом схватить папарацци на отсутствующей перекачке. Что, мол, поймаю и все-таки убью тебя за ревну. Но нет. Раз за разом папарацци его успевает нажать. И в живых остается. 400 морфингов в центре. Шторм спирит 3, 700, 3, 800. Отставание штурма небольшое. В центре. Опа! Сам превратился. Теперь как ты выдержишь вортекс. Пробивает с руки, но не хватает контроля. Мэйби уходит. И здесь тоже в ответ на драко не получилось. Ганг не получился. Инксвелл. Файя. Янг. Роллинг тандер. По Файю катаемся. Фрошилд на развороте. Но там еще и Ори подошел. Пытается манилировать уфай. Да, вот полный каст. Таки погибает все равно. Знаем, что здесь Эммер Спирит сейчас есть. Четыре героя команды ВИЧ. Конечно, аккуратно нужно держаться Чилису. Либо уходить куда-нибудь в другую линию. Либо все-таки байтить на себя и ждать тиммейтов на помощь. Например, Блэкхолл у Унигмы имеется. Аркин Бутс. Нигрономиконы. То есть Унигма вообще на самом деле хороший фарм. Элевен нижнюю линию не покидал его фармливал постоянно. И Нетфорс у него замечательный. Самое главное, есть Блэкхолл. Если буду дайвить сильно ВИЧ и гейминг на топе, то Элевен придет. И Элевен поможет. Что дальше будет? Интересно Элевен себе покупать. Будет ли думать он здесь о блинке очень раннем. Или Мекку какую-то для начала. Опять же спасаться после этих набеганий ВИЧ и гейминг. У них ведь тоже такой урон. Может быть не совсем бурстовый, да? Быстро они убьют. И эта Мека где-то поможет сильно. Опять за Мэйбе атака. Как же они охотят. Ты фай на развороте. Здорово, Элевенчтост. Проказ хороший. Пиво, добьем мало здоровья на тени. Погибает. Так снова больше ничем не мог помочь. У него все на КД. Опять-таки. Л-5. Сейчас бы там можно было какой-то хороший Чинфро забросить. Но нет. Перехват Аванпоста. Янг. Опа. Вот это фармежка от Янга. Свэшбакл. Просто половину зоопарка похоронил. Вторую половину будем с Роллинг Тандера. Или за Элевеном. За Элевеном пошли. А тут гирокоптер телепорт. Янг. Опасно очень. Надо укатываться. Получает Малифайз. И гирокоптер ТПшку отменяет. Надеюсь, ответ на атаке не будет. Гирокоптеру бы поменьше. Куда-то смещаться. Он слишком сильно уступает нынче по фарму. Он вообще последний из корт героев. Самое главное, что он уступает Марфу почти 2К. Слушай, это как раз вопрос о его фарме. Да, вот я начал эту тему. Как закупаться? У нас были хорошие примеры в Северной Америке. Там Мом фармили, Доминатор фармили. Там быстро фармили дальше. Да, с этих шмоток. Молнии можно первым артефактом взять. Но вот БКБ это такая потеря темпа. Да, герой будет максимально сильным, когда купит БКБ в драке. Его будет сложно забрать. И это, в принципе, понятно. Но именно по темпу получения денег Чилист так и не сможет камбэкнуть до уровня морфинга. Если не будет выигрывать драки, конечно же. Потому что БКБ это прям слоу-плей. Вообще не бустит себя по экономике. Чилист с таким билдом. Этим мне гирокоптер не нравится. Конечно, впоследствии игра, если затянется, он после БКБ купит. Это, скорее всего, огонь и молнии. Все это появится, но с большим-большим опозданием. На Мэйби атака на топ намечается сейчас. ПВВ в исходной позиции. Использован Глиф. Подвязали чейнами. Так, Тим. Ну, просто вортексом. И Мэйби уходит. Хорошо разыграл этот момент. Не испугался. А снизу Янг телепорт через Роллинг Тандер. Тоже ушел. Все избегают, пока напастей. Т2 будет пушиться нынче. С эйдалонами. Здесь вышка уже битая. Ее добьют. Луки точно. Параллельно там снова нападают на Мэйби. А вот раз он без мана остается, нажимает стики. И все-таки хватает слететь с хайграунда. Охотники на шторма, конечно. Ну, а сейчас было максимально близко. Как же его хейтят. Пытается. Пытается Мэйби загнабить. А понимает, что Мэйби будет опасен. Там ведь даже в лучших раскладах, вот, если, допустим, Вич и Кеминг будет преимуществом. Давайте просто визуализируем, да. Вот у них там забраны Аеги с, допустим, 10к перефарма. И вот. Так, Чилис. Вернусь к этой теме. Чилис пытается взять. Чейнами. Зацепила. Дает Рокет Берридж. Коулдаун под себя. И снова тоже здесь. Чин Фрост через Синие Стургейс. Неплохо сыгран. Но Морфинг тут как тут. Морфинг приходит сюда Шторм Спирт. Может быть поздновато. Сможет ли он Янг хотя бы забрать. Саленс получает. Мэйби. Еще и Роллинг Дандер туда же. Проваливают драку, ребята, из Ужди Деймера. Шубавец, ЛЖД. Минус 4. И Лэвен эту драку просто не успел. Вот. Теперь тем более актуален будет мой рассказ. Даже если будет преимущество Вич и Кеминг хорошее. Вот как им заходить на хайграунд, допустим. Тебя встречает и Нигма, и Шторм, который будет бесконечно откидываться там рентами с талантом, да. Пачка или просто там Крипскип какой-то осуществляя. То есть очень тяжелый подъем на ХГ. Еще и плюс ко всему вышки защищают Лич. То есть даже если ребята из ЛЖД Гейминг будут отставать, сколько-то держаться, они должны очень долго в этой карте. Это ты уже Шторму 25-й левел, да, подарил заочно? Так а он не сможет его не получить. Понимаешь? Он не сможет не получить в этой карте. Ну как вот Вич и Гейминг закончить? Да, Жуки, они выигрывают сейчас драки. Будут какие-то размены в любом случае. На Янга нападают, сразу Блэкхолл, не думая. Должны забирать Янга. Ну хоть какие-то Блэкхоллы давать надо. Дальше Блинк все будет формировать. Нигма. Атака снова на топе, сноуболом. Врезаются в ФВА, минус, разменяется Гирокоптер Гримстрока. Дальше за Чилисом не пойдут. Там поддержка будет. Телепорт уже делать. Такой выход устраивает команду LGD. Гирокоптер фраг заработал. Порт саппорта нормально абсолютно для них. Крайне мере лучше, чем было. Ну и вот, пошла фармежка от Чилиса. И уже он четвертый. Ну, шторма тоже просадка. Он сначала держался, держался, пока на него нападали. В одно время там третьим, четвертым шел. И после последней смерти, конечно, опустился очень низко. От слоты, от слотов очень много LGD. На топе Ролик Тандер. Заезжают за Чилисом. Янг нагло, дерзко, очень глубоко. Но они пытаются Весла реализовать на Оре. Понимает, что они сейчас очень сильны. Нигма стягивания, сюда Блэкхоллы нет. Четыре героя команды LGD здесь. Выходит Тинни. Эваланч Тосс под боем, под коллдаун. Какой-то Синистер Гейс дать. Но там Сноуболл Сэйвище от BYW. И в Чилиса втроем просто врезаются. Чилиса щетить нечем, чтобы Спирит здесь на развороте. Ремнант и Бортек ставят. Хватит ли BYW забрать. Солдбит, неплохой Сайленсом по двоим. Дивай еще инксвелл по троим станет соперника. И продолжение какое-то бы нужно придумать здесь. Здесь падает Гирокоптер Лич. Минус Эмбер Спирит все-таки в размен ушел. Элевен мало здоровья. Пожимает стики. Мэйби тут. Пытается хотя бы Дивайя взять. Сноуболом дальше за Элевен. Элевена здесь заберут. Шторм Спирит лишает жизни Дивайя. И 3 в 2 пока. Шторм мало здоровья. Остается мало маны. Ресурсы все исчерпаны. 3 в 3. Забрали все-таки BYW. Это сделал Элевен эталонами, судя по всему. FY тоже тут. FY откидывает Тосом, чтобы защитить своего Шторм Спирита. Шторм Спирит какую-то баунтируну бы найти, но ее нет. Курьера просвечивает. Курьер Мэйби, чтобы дать Адептив Страйк. Хороший маневр. Хоть Курьера забирает Шторм Спирит, но его уничтожили. Теперь FY. Его отступление. Здесь погоня окажется бессмысленно. FY должен будет уходить. На Дракфилок, Свэшбакл, Вейфорум. Ну не знаю. Адептив Страйк. Хотя, Роллинг Тандер еще потратит на FY. Он еще и маневрирует. Я избегаю. FY хорошая микро. Старичок FY, конечно, держит марку. Их снова уже респавнился, пришел. Но Адептив Страйк и Фрошилл здесь не спасает. Драку выигрывают эти ребята из Вичи Гейминг. Хотя и потери с их стороны тоже были. Потери в любом случае минимальные. На самом деле удивляет, что ЛЖД еще не летят много. Тысяч золота. Летят всего три. И при том, что каждый размен не в их пользу заканчивается. И почему? Потому что ни разу в большой драке не было Блэкхола. Снизу, когда полегли все, Энигма не успел файт. И сейчас на топе Блэкхол был потрачен до этого, как мы помним, на убийство Пангольера. Где-то бы вот этот лишний Блэкхольчик в пару целей, в том числе в Морфлинга, там был эпизод, например, на топе, где можно было двои цеплять. Смотри на Мэйбер. Там расчехлил свою пушку Эвер. Просто вышел с невидимости, дал полный прокаст и немного не добил. Немного. Но опасно уже. Конечно, Морфлинг 9000 надфорс. Он сейчас будет просто бомбить соперника. Через без БКБ, под Ингсвелл, свэшбакл. Но это вообще легко. Б. Свирепствует уже с центра Папарацци. Очень сильный. Вот в него бы, конечно, разочек Блэкхол зарядить там, чтобы сбить ему стрик. Осадить его чутка. Но пока таких возможностей нет в команде LGT. Тинни совсем немного до блинка. Гирокоптер совсем немного до БКБ. Нигми много еще до БКБ. Вот три таких важных предмета, после которых уже будем рассматривать перспективы LGT в драках. Шторм БКБ пока покупать себе не планирует. Хотя тоже предмет must-have. Вот что он хочет пока, мэйби. Нужен большой запас маны. Обязательно. 20-та минута. По одному аванпосту было законтролено к этой 20-й минуте. А баунтер он нам пока выглядит как по две. Так, Вичи Гейминг. Смог нажимают в районе рож пита. Вижена здесь в команде LGT не было. Так, найти соперника. Видит на топе Чилиса. Разочек его забрали. Он только отреспаунился и попытается забрать его еще раз. Чилис очень боится. Он картой пока не владеет. Лич может первым подставиться. Но так именно Гирокоптер. Лича быстро забрали все же. А Чилис здесь должен выживать. Но это хорошая смерть. Главное, что Гирокоптера не дали. А вот то, что Eleven сюда пришел на блинке. Пытается уйти и прыгает прямо под ролик Дандер. Миднайт Пульс, Салбинд. Eleven тут тоже не спасти. Что же ты сюда от телепорта сделал Eleven? Не совсем понятно. А вот этот уже убийство на Энигме гарантирует команде Вича Гейминг Рошана. Они прям кликают сейчас. Пойдемте, пацаны, в Рошпит. Там Энигмы нет. Они не знают о наличии Байбэка. Но если Байбэк будет, они отойдут просто-напросто. А так Байбэка нет на самом деле. И поэтому Фри Рошан, Фри Аегис, по идее, для команды Вича. Ладно, нет Венигмы. Нет Блэкхолловой Энигмы. И не будет еще очень много. Долго. То есть, можно попробовать еще подраться. Пока, где он его сбил? Он тот, что его потратил, что ли? Он где-то его потратил тот, как его убили. Так он, походу, пока прилетел и потратил Блэкхолл, что ли? Подожди, я что-то не заметил. Ну вот, да. То-то и дело. Ой, Герокоптер без ХП остается. И здесь никакой Блэкхолл его не спасет. ЛГД начинают здесь сыпаться. Заперли Герокоптера. Убьют еще и Файя. Преимущество продолжит расти. Нет Блэкхола. Можно идти душить. Можно ломать, например, Т2 на топе. Можно ломать Т2 в миде. Можно заходить вот так на базу, чтобы папарацци ваншотал просто людей. Где Блэкхолл был потрачен? У меня этот вопрос мне не дает покоя. Мы же смотрели... Я тоже не увидел на кого, но я увидел, что когда его убивали... ГГ. ...тогда только... Че? ГГ? Гром в финал, здравствуйте. 22 минуты поиграли. Ну а че, не увидели, что Блэкхолл был потрачен. Герокоптер избивает, он с одной БКБшкой. Шторм вытянут не может игру. Согласились с поражением. Все. Крепко, крепко. Психанули ЛГД? Ну, их просто сломали. Но я не знаю, вот у них... Не первый раз мы, да, вот уже подмечали с тобой, что они эту Энигму пикают в оффлэйн. Но против сильных команд вообще не работают. Они всем проиграли с Энигмой. Кроме Кин. У Кин, ну понятно, да, это пацаны, которых собрали там вот из второго состава Люминес на этот сезон. Кин не показатель, да? Вообще не показатель. Но мы смотрим, кому уступили с этой Энигмой, с этим Энигмой ребята из ЛГД. Но уступили они вот коллективу Royal, Navigab, коллективу, кому мы там еще смотрели, Астер, по-моему, да, они там проиграли. Можно сделать вывод, что даже команды, которые немного классом ниже, чем ЛГД, но если ЛГД берут Энигму, они все равно проигрывают командам, которые чуть-чуть похуже, чем ЛГД. Ну, на дистанции где-то и так далее. Слушай, ну еще вопрос, да, вот с тем, что вот это БКБ форсил его Челис, 22-ая минута, очень поздняя покупка, и все равно не спасает. То есть, опять-таки, разгона никакого нет. Центр сдавить морфлинга не смогли. Но Вичигемы красиво поставили линии, все классно разыграли, убивали соперника в паблике, заставили тильтануть, можно сказать, команду ЛГД. Ну, понятно, что ЛГД не тильтуют, это очевидно. Просто они прекрасно осознавали, что в этой карте надежды на диффенс просто нет. Сейчас пойдет соперник, соперник пойдет с Эггисом на хайграунд, сломает вам сторону, у вас даже Блэкхолла нет защититься. Куда Элевен потратил Блэкхолл? Дайте мне, скажите мне, пожалуйста, чат. Я читаю чат, я не вижу, где этот Блэкхолл был потрачен, я его просто не видел. Хочется, конечно, повторку это посмотреть. Я крикнул уже в момент, когда он умирал и КД был на Блэкхолл. Ну, ладно, мы сейчас попробуем, может быть, на стрим посмотреть после задержки, да. Как раз там сейчас идет минута, где плюс-минус этот момент будет, вот, будет интересно глянуть. Ладно, друзья, мы скажем и выясним обязательно на четвертой карте. Пока 2-1, ведь чекем их ведут и в шаге от того, чтобы выиграть, собственно. Вот, момент, подождите, сейчас, 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 сейчас посмотрю. Вот, Телепорт делает и Нигма, Блэкхолл есть. Так, 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 сейчас, 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 сейчас. Прыгнул и... А, ну, он дал Блэкхолл и сразу получил Саленс, все понятно. Это 11, короче. На том моменте он игру закончил. Друзья, 2-1, ведь чекем их ведут в этой серии. Одну карту, они станут чемпионом, наконец-то смогут переиграть коллектив LGD в формате Best of 5, но или LGD собираются в игру где подряд. Получится ли так, узнаем уже совсем скоро. Пока, небольшая пауза. Продолжение следует...